Друзей навестишь С тех пор, как Ежен вернулся домой, он забыл, что такое спокойный сон. Хотя раньше всегда отличался крепкими нервами и от бессонницы никогда не страдал. По ночам ему стали мерещаться разные звуки, а состояние тревоги порой граничило с паникой. То ли во сне, то ли наяву, его настойчиво звал чей-то голос. Проснувшись ночью и увидев фотографию деда в лунном свете, Ежен вспомнил, как недавно прогуливался по кладбищу, несмотря на то, что Ата учил его уважать покой усопших. «Видимо, сердится на меня мой предок», — подумал юноша. Смотрите далее. Вернувшись в свой родной аул из города, Ежен забыл, что такое спокойный сон. Ему мерещилось, что по ночам кто-то присутствует в спальне и зовет его по имени. Парень решил, что причиной этого странного явления стало его недавнее пребывание на кладбище. Ата учил юношу не бывать на могилах без особой нужды, чтобы не беспокоить духов. А Ежен умудрился уснуть возле Мазара, когда прятался от своих суеверных страхов, преследовавших его в степи. Дедушка, смотревший со стены на внука, казалось, улыбался. «Нет, не может он на меня сердиться», — подумал Ержан. В этот момент фотография, провисевшая на стене лет двадцать, упала у него на глазах. Юноша внезапно осенило. Ведь он забыл про обещание, данное плачущей женщине. Слово «надо держать», — произнес парень, и на его душе в этот самый момент стало спокойнее. Мы находимся в какой-то степени в контакте с антимиром, то есть с прошлыми, теми, кто ушел в виде псибиоголограмм. То есть молекулярный атом из-за...